Купила Андрюхе сегодня, приехала кофточка с Джорджа. Такой вот пуссерок, пайточка, ну кто как называет. 6 евро стоила она, 6 фунтов, что там, не знаю. Вот, Джордж, 9-10 лет. На Андрюху 9-10 лет вообще супер как раз размер. Рукавчики, то что надо, Андрюха. Иди посмотри в зеркало, какой ты красивый, беги. Ника сегодня нарисовала яблочко в садике, моя девочка. Журнал брала, хочу приготовить вот это ризотто сегодня. Рисунок, это надо сразу выбросить. И куртку забрала с ателье, поменяли Андрюхе замок. Смотрите, как классно он сюда подходит, сейчас он ее наденет сразу. Вот, курточка, только я не пойму, я забрала, смотрите. Один замок длиннее сторона одна, один короче. Как так можно было сделать? Это качество работает, а 70 гривен стоит вшить этот замок. Как оно тут сделано, какой-то стопик должны были. Блин, что-то должны были сделать. Куртка вообще обалденная, но 70 гривен это не стоит. Работа, и тем более так сделано. Ужас. Девчонки, готовлю ужин. Сейчас я вот так меленько режу тыкву. Я также порезала мелко морковку и лук. Вот они у меня там, видите, обтушиваются, обжариваются. И я буду готовить вот такой вот ризотто с тыквой, морковки, лука, рис, бульон и сыр. Пармезан, но у меня не пармезан, и зелень петрушки. Вот такой ризотто. Первый раз готовлю. Хочу попробовать, мне очень интересно. Попиваю чаек, нарезаю тыкву. Вот нарезала вот столько, я сейчас покрошу, потому что места на досточке мало. Я буду крошить дальше. Короче, тут случилась оказия. Оказалось, что у меня мало риса, прикиньте. Но зато есть булгур. Поэтому я сделаю с булгуром. И тут же опять же, все, что не делается, то к лучшему. Но вот, думаю, промывать его надо или не надо. Но он такой чистенький, без всяких как и беки. Но такой попадяется, обракованный иногда. Я вот так вот его отбираю и выбрасываю. Сейчас промоем, и все. И можно уже добавлять. Уже смотрите, как у меня тыквочка протушилась. Она стала мягенькая. Добавим булгурчик. Там написано бульон, нужно добавлять в рецепте. Мы с вами добавим водички, специи и будем тушить. Мне там под шесноками писали, что у каждого поедающего человека мясо на лбу стоит клейма, короче, что-то своей там скотофермы. Что-то такое. Но, короче, о вегетарианцами не пишут. Поэтому я уже решила, буду готовить на камеру вегетарианские блюда. А колбасу есть под столом. Поэтому вот такой. С тыквой и морковкой разотто. Ну, выглядит аппетитненько. Вот, и при подаче его надо посыпать сыром. Но желательно, там написано было пармезаном. Но у нас сулугуни. Ну, все еще вкуснее. Ну, все. Куда тебе столько сыра? А я люблю. О, Господи, кисненно-сытно. Просыпаем. Это аппетит просто с работы. Там достаточно. Да. А, и у нас помидорки с майонезом, мы тоже с сыром. Короче, у нас вегетарианский ужин. Там под видео с шашлыками написали, что у каждого человека скадобаза своя есть убита. Вегетарианцы, короче, пишут против шашлыка. Поэтому я решила, что теперь мы будем вегетарианцами, Дима. Шашлык – это вкуснейшее блюдо. Вегетарианцем не хочешь стать? Нет. А может, и ризотто понравится вегетарианский? С мясом – да. А сейчас нравится, кстати, вкус? А тыкву чувствуешь? Да. Сейчас я попробую. Итак, ребята, у нас уже все спят. И туда вспомнила, что я вам не сказала свой отзыв по поводу ризотто. Ризотто просто бомбезное. Готовьте. Это реально вкусно. Это полезно. Это по сезону. Тыква сейчас дешевая. Это, соответственно, дешево. Лук, морковка, тыква, булгур либо рис. Бульоны. И у меня была просто обычная вода со специями. Обалденно. Никаких томатов, майонезов, ничего тут нет. Поэтому можно все готовить и наслаждаться. Все. Ребят, Тиша кушает еще. Хорош уже объедаться. Говори всем. Говори всем спокойной ночи. Скажи всем спокойной ночи. Не ходите по чужим каналам. Пока-пока. Ой-ой-ой. Всем привет, девчонки. Я в больнице. Пью кофе. Я же сегодня ничего не ела. Сдавала анализы. Сдала анализ вены, крови. Еще кое-какие анализы. Сделала электрофорез. И сейчас попью кофейку. Едем покупать вакцины Веронике. Но, блин, Вероника сегодня засопливила. И я вообще сомневаюсь, что мы ей сегодня сделаем эту вакцину. Что-то она сегодня как бы с соплями. Я попросила воспитательницу понаблюдать. Я ее заберу, сейчас поеду. И посмотрим. Может, ее осмотрит врач. Я уже так привыкла и адаптировалась к этому хамству в поликлинике. Что я уже на это не обращаю внимания. Дверь за собой закрывать надо. Хорошо. Закрыла. Короче, это неизлечимо. Это нация и это менталитеты, которые мне писала девочка какая-то трансляция. У вас менталитет русский. Может, вам в Москву поехать? Я-то наблюдаю тут менталитеты. Такие менталитеты, что просто ментально и не ментально в сознание не придешь. Короче, у нас теплеет вроде бы. Я сижу под каштаном, смотрите. Все осыпалось. Это мое место тут. Кофепитие. Вкусная эта латешечка. 10 гривен в аппарате стоит. Сейчас буду звонить Диме. Он приедет и заберет меня. Пойдем в аптеку. Зайду, куплю ему булочку. Тут очень вкусные булочки с арахисом. Пусть на работе заточат. Андрюха оставилась сегодня дома. Он в школу не пошел. Сокращенные уроки. Очень холодно. Очень холодно. И при этом они гонят детей на физкультуру. Они мокрые. И потом сидят в этом очень холодном здании. Но это просто. Еще вчера у меня был конфликт в Вайбере с мамой в группе в этой переписке. У нас проблема. Постоянно дети не записывают домашние задания по английскому языку. Но никогда нету этого домашнего задания. И значит я репетитор у нас. И Андрей не знает, что задано. Но не записывает он. Я не знаю по какой причине. Всегда все родители спрашивают, какое домашнее задание по английскому. То ли она не пишет на доске, а просто говорит. А они же лопоухие еще, понимаете, в 9 лет. Кто-то едет. Подождите. Ну и короче что? Мне какая-то мама пишет. Блин, надо вам дословно. Где мой телефон? Потому что там не знаю, кто конкретно там допустим не отписывает. Я потому что родителей не сильно знаю. Вот. Сейчас скажу. Сейчас вам прочитаю. Просто чтобы вы вот сказали мне. Это нормально или не нормально вот это вот. Я пишу, типа, цикавый английский, а постоянно я говорю проблема. Так как объяснили в школе, это проблема того, что дети, которые ходят в другой класс на английский, не записывают домашние задания. Перевожу вам. Значит надо их подстраховывать. Она пишет, это проблема нас и наших детей, потому что в 5 классе их подстраховывать никто не будет. Я понимаю, что мы в начальной школе, но нам самим нужно немного нажать на детей, чтобы они записывали домашние. Но я понимаю, что надо нажать. Мне не надо подсказки, что надо нажать. Ну блин, мне надо домашнее задание. Пока я буду сжать, я не знаю, над чем работать с репетитором. Я говорю, проблема общая, и надо ее решать общую, стильно. А она мне отвечает, да, но в первую очередь наша. Господи, нация рабов. Я говорю, я понимаю вас, девушка, но давайте как-то решать будем эту проблему. Все, она замолкла, значит она не отвечает. Задание по английскому никто не знает. Идите, сегодня пошли в школу без решенного задания. И сегодня опять английский, и у меня репетитор, и я не знаю. Вот это нормально? Вот напишите мне ваше мнение по поводу этой проблемы нашей. Мне очень интересно будет услышать. И как мне поступить, как мне выбивать это домашнее задание. Я просто даже не знаю, чтобы конфликта не было только в школе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!